Ребята, привет! Меня зовут Илья, это мой ведущий Фёдор, он рюкзак... Господи Илья, ты дебил! Привет, ребята! Меня часто спрашивают о том, что я использую в качестве повседневных гаджетов. Это Фёдор, он весит 8 килограммов, и в нём, в принципе, практически все мои повседневные гаджеты и собраны. Как я узнал, что он весит 8 килограммов, я его взвесил перед записям этого видео. Прямо сейчас я предлагаю посмотреть, что у нас там находится, что я использую каждый день в качестве своих дейли-драйверов, так называемых... Зараза, какой же ты тяжёлый! Там у меня пара ноутбуков, много чего ещё, поэтому предлагаю особо не тянуть и быстренько пробежаться и посмотреть, что же там в сумке-то, а? Прежде чем мы с вами приступим к ковырянию во внутренностях рюкзака Фёдора, сразу скажу, что в качестве моего основного телефона на данный момент выступает мятный LG Nexus 5. Выглядит очень забавно, чуть позже, в следующем видео, я вам расскажу про плюсы и минусы, которые, как мне показалось, стоит отметить, особенно для тех, кто рассматривает этот телефон к покупке. В принципе, обзор этого смартфона я уже делал на BigGeek, если вам интересно, можете посмотреть. Ну, а в скорости мы с вами быстренько пройдёмся по плюсам и минусам. Ладно, всё, Nexus мы больше не трогаем, давайте посмотрим, что у нас сразу в маленьком кармашке. Так, это не гаджет, это договор, неважно какой. Так, первое, что мне попалось в руки, это вот такой блистер, в котором лежит, на самом деле, очень забавная штука. Если у вас компьютер настольный, обычный системный блок, в котором нет Wi-Fi, вот эта вот фигулинка USB-шная от компании Xiaomi, собственно, поможет вашему компьютеру подружиться с Wi-Fi, потому что по кабелю это не всегда удобно. Вот такая штука. Стоит реально каких-то копеек, я её ещё, правда, не пробовал, она лежит у меня в рюкзаке уже достаточно давно, всё, никак руки не доберутся до какого-нибудь стационарника, с которым эту хреновину можно опробовать. У неё есть даже дырочка для шнурка. Как же это мило. Ладно, давайте смотреть дальше. Я периодически буду поглядывать на Nexus, для того, чтобы у нас ничего с вами из кадра не выпало, потому что я сейчас там всё отслеживаю. Дальше. Дальше там было что-то полезное. Нет, нет, это не полезно. О! Это... Ах, какой же ты, блин, тяжеленный! Это мешочек с петличным микрофоном Rode Smart Love Plus. Плюс обычная, на самом деле, петличка по качеству более-менее средняя, то есть её вполне можно использовать для записи видеоблогов, но у неё есть один огромный плюс. Она отлично работает со смартфонами, с iOS и с Android. С Windows Phone почему-то у меня её подружить не получилось, ну, в общем-то, Windows Phone уже никто не пользуется. Наверное. Я надеюсь. В любом случае, эта петличка окажется незаменимой тогда, когда вам нужно всегда иметь какой-то походный вариант. Обычно звук пишется прямо в смартфон, из приложения можно... Можно использовать, кстати, обычное приложение диктофон, можно для iOS купить за рублей 300, наверное, стоит расширенная версия рекордера для этого микрофона. Там целая куча форматов, реально практически полу-про, то есть там даже можно смонтировать звук прямо в этом приложении, не шуми. При покупке я отдал за неё порядка, по-моему, 3000 рублей и, знаете, ни разу не пожалел, потому что звук от такой крохи, в принципе, меня более чем устраивает. Давайте смотреть дальше. Дальше, мне кажется, тут ничего особенного нет, какая-то 16-гигабайтная флешка, поэтому предлагаю перейти вот сейчас к самому интересному. Там реально 8 килограммов всякого барахла. Так, это белая тетрадь с чёрными листами. Так, первое, что мне тут выпало, я смотрю, это большой 6 Plus iPhone. Красный второй мой основной смартфон, потому что я стараюсь пользоваться одновременно и iOS, и Android, потому что считаю, что это реально правильно, потому что нельзя быть приверженцем одной платформы. Я, повторюсь, я сугубо субъективен, но всё-таки стараюсь видеть плюсы и там, и там. Что касается iPhone, это версия на 64 гигабайта золотого цвета в красном силиконовом чехле, который немножечко у меня уже ободрался. Не могу сказать, что я жутко доволен этим смартфоном, потому что он, зараза, тормозит как чёрт. Реально он очень тормозит, ему не хватает его вычислительных мощностей, и в целом он работает не так плавно, как, например, тот же iPhone 6, у которого меньшее разрешение, но благодаря идентичной начинке приходится ворочать меньшие массивы информации. Соответственно, работает он быстрее. Но большой дисплей на самом деле решает большой дисплей и большая батарея, потому что держит он действительно молодцом, особенно с обновлениями iOS, прям вообще становится вполне себе даже юзабельно. Но на данный момент, повторюсь, всё-таки основной телефон для меня это Nexus. Окей, давайте не будем останавливаться долго на всём на этом. Макбук. Так, давай, выходи. Макбук у меня весь в наклеечках. Ну ладно, не весь, но определённые наклейки на нём есть. Смотрите, есть наклейка Game Loft Company, в которой я работаю. Весь он какой-то замызган. Музыка внезапно заиграла. И есть наклейки с Google Mobile Days конференции. Блин, даже вот стыдно показывать, весь он какой-то замызганный, надо его сейчас протереть. На самом деле, макбук самый что ни на есть обычный, 11-го года на Core i5 с 4 гигабайтами оперативной памяти и SSD-шником на 256 мегабайт. Ну, не знаю, что вам ещё сказать. Даже в 2016 году работает более-менее сносно. Даже видео на нём, в принципе, можно монтировать. Однако же, я сейчас подумываю о смене основного ноутбука на какой-нибудь MacBook Pro. Но пока ничего точно не могу сказать. Планирую, планирую. Давайте дальше. MacBook B, фиг бы с ним. Второй ноутбук, который у меня тут лежит, это мой рабочий. Это просто машина для убийства под названием Lenovo ThinkPad T540P. Такая вот 15-дюймовая хрень с 12 гигабайтами оперативной памяти, с Core i7, с терабайтным жёстким диском. И он ещё умеет делать реально вот так. Я правда не знаю, зачем это нужно. То есть, в принципе, вы можете им пользоваться. Я не знаю, правда, я не знаю, зачем, особенно учитывая то, что дисплей здесь вот цветает под любыми углами. Здесь очень хреновая Full HD матрица, мне совершенно не нравится. На том же древнем дешёвом MacBook Air картинка гораздо более приятная, нежели здесь. Здесь как-то всё реально очень плохо. Удивительная штука, если его перевести в режим сна, он за часа, наверное, полтора-два выжавит всю батарею. Я не знаю, что с ним не так, работает он ужасно. Если вы читаете меня в Твиттере, то периодически можете видеть мои стенания по поводу того, как всё плохо на винде. Но я на нём иногда играю в CSGO. Вот, в общем-то, и всё. А на работе я его подключаю через мини-дисплей-порт. Вот здесь вот он есть, мини-дисплей-порт, VGA, два USB-шника, какая-то специальная особая карточка, ещё какая-то хрень вообще непонятная, что это такое, какая-то, видимо, бизнес-штуковина. Вот, через мини-дисплей-порт подключаю его к большому 27-дюймовому монитору. И жизнь уже не кажется такой ужасной. Давайте дальше. Там ещё ведь что-то есть. Ух, ёшки-матрёшки. Тут есть зарядное устройство к нему. Вот оцените, вот эта вот хрень, которая размером и весом с кирпич заряжает, вот этот ноутбук. А макбуковская зарядка, вот она здесь у меня тоже есть. Посмотрите, насколько она элегантная. В принципе, для прожки она, ну, окей, но она чуть побольше. Но у неё есть классные рожки, за которые можно зацепить провод, чтобы оно всё не болталось. Посмотрите, насколько аккуратнее выглядит зарядка для макбука и зарядка для ноутбука, который стоит, кстати, не так уж и дёшево. Два года назад, когда он покупался, его цена была сопоставима с, в принципе, топовыми прошками. Но подход у Apple и других производителей, как вы видите, сильно разнится. Ладно. Я смотрю, тут у меня ещё есть фотокамера. Покупал я её именно для фото. Но знаете, что самое забавное? Вот эта вот Sony Alpha 3500 мне пригодилась примерно раза, наверное, полтора. Потому что первый раз я её использовал для того, чтобы потестить, как она снимает. Для её ценовой категории снимает она более-менее нормально. А остальные разы, я не помню, мне нужно было сделать пару фотографий. Всё остальное время я реально фотографирую на смартфоны. Потому что смартфоны именно в плане компактных камер сейчас, мне кажется, в принципе, незаменимы уже. Потому что смартфон всегда с собой. А вот такую штуку со сменным объективом, кстати, таскать с собой не всегда удобно. Сейчас я подумываю сменить свою вот эту вот личную камеру на Lumix G7, на которой я сейчас снимаю для вас это видео. Потому что G7 реально это просто моя любовь. Я влюбился в эту камеру, я её советую всем и всегда. Но единственное, что стоит она достаточно дорого. А эту, наверное, я в скорости выставлю на продажу. Продолжаем изучать содержимое моего рюкзака. Там уже осталось совсем ничего. Вот, смотрите, у меня есть ещё микрофон. На самом деле это Samsung Meteor Mic с кастомной ногой, которую я купил в каком-то музыкальном магазине за что-то 150 рублей. В принципе, качество соответствующее. 150-рублёвая, она вся болтается, она какая-то кривая, косая. Но в то же время она делает микрофон чуть выше, потому что стандартная нога, точнее три ноги были уж очень низкие. Подключается всё это дело через мини-USB, что, в общем-то, не очень... Да угомонись же ты! Подключается это всё не очень удобно через мини-USB. Не очень удобно, потому что микро-USB сейчас у меня реально в каждом углу валяется дома. А вот мини-USB это только GoPro-шки. Да угомонись же ты! Совесть-то имей! А мини-USB это только GoPro-шки и вот такой вот Samsung. В принципе, звук с него вы можете послушать в видео про топ-7 мобильных игр на канале. Это предыдущее видео. В принципе, чтобы вы не искали, ссылочку я оставлю прямо в описании. Вторую часть, которая закадровая, я записал именно на этот микрофон. Я на самом деле много на него что записывал, и в целом меня устраивает забавная штука. Есть, кстати, ещё полезная штука – выход на монитор. То есть не на экран, а чтобы мониторить звук, который вы записываете. Вот здесь 3,5-миллиметровый разъём. Вот, в общем-то, наверное, и все особенности этого микрофона. Давайте его отложим и посмотрим, что же там у меня ещё лежит. Пока записываю, что-то происходит. Какие-то там штуки мне скидывают, проверить надо. Окей. Ладно. И, наверное, это будет последнее. Нет, не последнее. Из гаджетов у меня ещё есть очень классные наушники, которые мне подарили партнёры из компании VSP. Наверняка вы знаете такую партнёрку. Ребята классные, мы с ними очень много тесно общаемся. И это наушники Jabra. Это не просто наушники, это Bluetooth гарнитура с тканевым оголовьем, с чашками из... Ну, это, наверное, кожзам, да, я не очень хорошо в этом разбираюсь. И пластиковым корпусом. В общем-то, наушники достаточно обычные. Единственное, что они реально беспроводные. Это очень круто. Я не думал, что это настолько удобно. Держат они порядка недели, если слушать по часу где-то полтора в день. Да ты заебёшь меня уже! Держат они порядка недели, если слушать в день музыку часа по полтора. Ну, в общем-то, этого хватает. На выходных всегда можно зарядить. Тут, кстати, стандартный разъём microUSB. И знаете ещё что? Что хотел сказать, кстати? Если под рукой зарядить нечего, то можно использовать комплектный 3,5-миллиметровый кабель миниджек-миниджек на обоих концах и слушать даже разряженные наушники именно классическим проводным способом. Очень басовитые наушники, удобно сидят на голове. И вообще, мне очень нравится. С шапкой, конечно, носить их не очень удобно. У них очень классная звукоизоляция. Вот я их сейчас надел и как будто бы оказался в какой-то совершенно другой комнате, где вообще нет эхо, всё глухо. Ух! Вот, очень нравятся наушники. Пользуюсь часто и помногу. Классная штука. Ещё у нас что тут есть? Вижу Powerbank. Powerbank металлический, большой, такой кирпичообразный, как зарядка от этого страшного ноутбука. Блин, его ещё подвинуть-то тяжело. Powerbank на самом деле обычный. Его ёмкость 16800 мАч, 62 Вт-час. От него можно заряжать не только смартфоны, но и планшеты. Здесь есть выход на 2,1 Ампера 5 Вольт, есть выход на 1 Ампера 5 Вольт и есть фонарик. Ну, в общем-то, практически в любом Powerbank есть фонарик и есть дисплей, который подсвечивается синим и показывает уровень заряда батареи. Вот такая вот штука периодически приходится носить с собой, особенно когда у тебя Nexus, потому что батарея здесь не самая ёмкая и приходится таскать с собой Powerbank. Да и вообще вещи достаточно полезные. Ну и последняя штуковина в моём самом большом отделении это зонтик. Я его ношу всегда с собой круглый год, потому что я живу в Москве и тут, знаете ли, дождик может пройти практически всегда. А этот зонтик очень мне лично дорог, потому что мне его подарила мама, поэтому я его ношу всегда с собой. Ну и последний карман. Здесь у меня экологически чистая ручка из бумаги и дерева. Есть вот как раз провод для наушников MiniJack MiniJack, он вот так выглядит, самый обычный. Есть Lightning, потому что, ну, куда без Lightning. На самом деле Lightning есть сейчас практически везде. Мне кажется, это, кстати, какой-то китайский 200-рублёвый. Хотя, фиг его знает. Вроде нормальный. И ещё есть, само собой, кабель USB на USB Type-C, потому что вот эта вот хрень, чтобы зарядить с этим разъёмом, реально нужно замучиться. У меня у знакомых ни у кого нет USB Type-C, и приходится, вот точнее пришлось в Apple Store купить за полтора косаря, полтора косаря, полторы тысячи за USB кабель, кабель Белкин. Ну, потому что хочется быть уверенным в качестве для того, чтобы иметь возможность заряжать смартфоны с новым разъёмом. Я верю в то, что когда-нибудь этот стандарт войдёт в нашу жизнь более прочно, более крепко, и эти кабели будут встречаться так же часто, как обычные microUSB. Но пока, к сожалению, это не так, поэтому приходится идти на вот такие вынужденные меры для того, чтобы иметь возможность всегда комфортно заряжать свой смартфон. К тому же для этого нужно покупать кабель в машину, потому что из дома кабель таскать всегда неудобно, кабель с собой. В общем, это такие жуткие траты, чуваки, вы бы знали, не покупайте такие смартфоны. Вот, наверное, и всё. Конечно, бардак я тут навёл изрядный, это обратно сейчас надо будет как-то запихать в рюкзак. Задача эта, на самом деле, будет не самая простая, но... Ну, я постарался вам очень кратко рассказать о том, что из гаджетов я использую каждый день. Как вы видите, их достаточно много, что-то используется, ну, не прям каждый день, ладно, хорошо, но достаточно часто. Я очень надеюсь, что вам было интересно, поэтому подписывайтесь на канал для того, чтобы не пропустить новые видео. Вступайте в паблик ВКонтакте, потому что там я постчу всякие интересные мне штуки, и я надеюсь, что они так же интересны и вам. И пишите мне в Твиттер, я всегда рад общению. Ставьте большие пальцы вверх, и добро пожаловать в комментарии, увидимся с вами там. Пока-пока. Так, всё, можно нажать на стоп. Ребята, привет, меня зовут Илья. Сегодня я по многочисленным просьбам, причём просьбам реальным, а не выдуманным, как у Боря Веденского. Боря, прости, правда, прости, ладно, хорошо. Не будем, ладно, не будем троллить коллег по цеху, хотя на самом деле иногда нужно. Ладно, дубль 72.